В Ненецком округе в последние годы активизировалось строительство объектов образования. И сегодня не только на Вьенмар, но и сельские поселения региона могут похвастаться современными школами. Среди них Красновская средняя школа, где наша съемочная группа побывала накануне начала нового учебного года. Поселок Красное – один из крупнейших населенных пунктов округа, в котором проживают полторы тысячи человек. Ежегодно порог школы здесь переступают порядка двухсот школьников. При этом новое здание учебного заведения, сданного в эксплуатацию два года назад, рассчитано на 300 человек. Старая школа состояла из трех зданий и пришкольного интерната. В современном просторном здании есть все. Ученикам уже не нужно бегать из здания в здание, например, на физкультуру или пообедать. Старой школьной нравилось тем, что перемены на обед были по часу, а сейчас всего 30-40 минут. И еще, когда маленькие перемены между уроками, они были 15 минут, а не 10. А в новой школе нравится? Да, она больше. И на физкультуру не надо далеко ходить. И в столовку тоже. За летний период в школе провели небольшой косметический ремонт. Как и в большинстве сельских учебных заведений, в Красновской школе до сих пор нет электронных дневников. Их появление станет возможным после проведения в школу высокоскоростного интернета. У нас оборудование современное, компьютерное, в достаточном количестве. Единственный недостаток в наших условиях – это отсутствие высокой скорости интернета. Вот сейчас осенью буквально к нам уже должны проложить оптоволоконный кабель силами сотрудников НКС. И уже есть коммерческое предложение на увеличение скорости потока интернета до 2,5 мегабайт с кВт. Ученики Красновской школы регулярно становятся победителями различных олимпиад и конкурсов. Почти каждый год школа выпускает золотых и серебряных медалистов. Вот и в прошлый учебный год все ребята удачно сдали экзамены и поступили в высшие и средние учебные заведения. Продолжить обучение в 10-м классе решили 8 школьников. Все наши выпускники 11-го класса успешно сдали выпускные экзамены. Все определились, все поступили куда хотели. И выпускники 9-х классов, у нас их тоже было много в этом году, 31 человек. В основном поступили ребята, к сожалению, мало кто захотел идти в 10-й класс, потому что есть возможность поступить в образовательные учреждения города Наринмара. Многие прошли по конкурсу, устроились благополучно. А вот в первый класс в этом году пошли 20 юных красновчан. К своему первому году обучения в школе первоклассники подошли ответственно. Я хочу научиться читать. Я тоже хочу. И писать научиться хочу. Мне тоже самое. Мне еще покупают тетрадки, ручки. Мне рюкзак. Мне тоже рюкзак. Мне тоже туфли. Строительство еще одной большой и современной школы в Ниньском округе должно завершиться к концу этого года. Речь идет о школе в поселке Индига. По информации подрядчика строительства Ниньской нефтяной компании, объект в настоящее время готов более чем на 80%. Об этом главе региона доложил генеральный директор ННК Фарид Вердиев в преддверии нового учебного года. Школа рассчитана на 150 человек. В новой школе предусмотрены помещения для различных кружков, клубов, спортивный зал. Туда же планируется перевести школу-сад. До конца этой недели мы ожидаем последнюю боржу с материалами, с оборудованием для кабинетов труда, с оборудованием для кухни. Также сейчас на пришкольной территории завершается укладка брусчатки и облицовка фасада. Внутренние работы мы заканчиваем доделывать. Это укладка линолеума, покраска стен, установка дверей в кабинеты классов. И в ближайшее время планируем закончить все отделочные работы, смонтировать систему вентиляции, водопровод, канализацию. На сегодняшний день в школе поселка Индига учатся 69 детей с 1 по 9 класс. В новой школе при необходимости будет возможность обучать детей в 10 и 11 классах. Закончить строительство подрядчик планирует к концу этого года. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север».